Обвал штукатурки случился поздней ночью. Стены зданий, которые, по словам жильцов, здесь держатся, разве что на честном слове, устали от невнимания жилищников и обрушились на козырёк организации, ответственные за обслуживание этого дома. Кирпичи уже падает, не знаю, пока ещё людям не попадает, но будет, наверное. Сами-то не боитесь ходить? Боимся, конечно. Боже мой, тут стоять-то боимся. По словам жильцов, пару лет назад в доме заменили трубы. Собственно, этим всё и ограничилось. Прогнившие стены так и остались нетронутыми. Но в жилконторе, в свою очередь, обвиняют во всём жильцов. По их версии, люди сами неправильно пользуются душевыми и санузлами. Отсюда сырость и гниение. То, что кусок штукатурки упал именно на жилищную компанию, местные жители восприняли как кару небесную. Ведь их дом буквально рассыпается на части. Но жилищники, по словам жильцов, этого в упор не видят. Однако, несмотря на всё случившееся, директор жилищной компании был невозмутим. И не видел в этом ничего страшного. Это у вас сегодня упало, да, на козырёк? Стена-то. Вы не боитесь, что вы останетесь погребёнными здесь, в конце концов? Нет, мы не боимся. Почему? Ну, на вас сегодня упало здесь. Стена упала. Какая стена? На козырёк-то ваш стена упала. Когда? Сегодня ночью. Ну, стены стоят пока нормально. Ну, вон же отгорожены как раз. Ну, там штукатурка, там где сосудик, чтобы не упал. Между тем, директор жилищной компании всё же поспешил успокоить жильцов и рассказал, что в ближайшее время в этом доме займутся укреплением стен. Такое указание они получили из управляющей компании авиастроительного района. Сегодня на место происшествия приезжала специальная комиссия, которая определила масштабы происшествия. Эльвира Шарафиева, Елена Чердина, Искандер Тулуба, Дмитрий Роженко, Телеканал Эфир.